1, 2, 3... А почему здесь не положили пленку? Обычно в Бук-24 я там делала заказ, все прям вот хорошо завернуто, но здесь книги лежат просто так. Но тем лучше, и первая же книга, которая бросается мне в глаза, и которая изначально состояла в моем заказе, которую я даже планировала оформить и без скидки, это Нежить Юхана Эйгер Кранца. Я продолжаю собирать серию про, которая называется Северные боги, где вот эти шикарные подарочные книги. И я, кстати, не знаю, здесь Нежить как классифицирована, только скандинавская или... Нет, не только скандинавская, здесь круто все создания классифицированы прямо по странам их происхождения и обитания, Европа, Африка и Ближний Восток, Америка, Азия и Океания. Ну и, конечно же, вы просто посмотрите на эти великолепные арты, обожаю стиль Юхана Эйгер Кранца. И я думаю, что это будет очень атмосферное чтение именно сейчас, в октябре и ноябре. Всегда хочется таких немножечко страшных историй. И, конечно же, по текстам я тоже могу сказать, что он очень-очень неплохо пишет. И с одной стороны художественно, и с другой стороны много полезной информации. Но если вам, конечно же, интересна тема, я не буду долго рассказывать про книгу, потому что их здесь очень-очень много. Следующая тоже книжечка большого формата. Это Что такое? Я не помню, что я ее заказывала. Кошмар перед Рождеством Тима Бертона. Это книжка-раскраска для взрослых, скорее всего. Я, когда делала заказ, предполагала, что к Хэллоуина будет какой-то розыгрыш. Ну вот, видимо, туда эта книга и отправится. Просто обожаю мультфильм Кошмар перед Рождеством. Каждый год я его пересматриваю, ну, как и многие работы Тима Бертона. И, по-моему, вам очень все шуршит в микрофон. Сейчас, секунду, я отрежу лишние бока коробки и вернусь. Да, теперь значительно удобнее. Я надеюсь, у вас перестало все там шуршать в микрофоне. И я еще вижу две книги, которые... Ну, это абсолютнейшая моя тупость. Я не знаю, как я забыла и почему у меня столько заказ пролежал. Я, в общем, последние два ролика, которые делала про Стивена Кинга, мои любимые книги «Из чего начинать», я собиралась в них провести розыгрыш и разыграть одну книгу, с которой круто начинать. Четыре сезона Кинга и вторую Кэрри. Но ее я больше заказала, потому что это новое издание. Мне было интересно посмотреть, как оно выглядит. Ну, и, в принципе, тоже, чтобы книга отправилась на розыгрыш. Но я совершенно забыла про розыгрыш. Причем еще, когда снимала, думала, вот что-то я вам не сказала. Что-то я еще хотела в эти ролики добавить. Но давайте, наверное, я не буду никуда эти книги откладывать. Разыграем их прямо сейчас с максимально простыми условиями. Напишите, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях слово «участвую» и книгу, которую читаете прямо сейчас. И немножко о ней там нравится, не нравится. Может быть, можете кому-то ее посоветовать. Результаты розыгрыша подведу через 10 дней. Ну, и все дополнительные условия вы, как всегда, найдете в описании к ролику, потому что розыгрыш совершенно спонтанный. Я не готовилась, и мне не хочется сейчас останавливать видео и как-то там думать, как и что устроить. А вот следующую книгу я, кстати, помню, что хотела. Она, по-моему, не является новинкой. Называется «Тропой Койота. Полтавские сказки». Это сборник, составленный Эллен Датлоу и Терри Виндлингом. Мне чаще всего очень нравится и подборка авторов, и подборка произведений, которые они используют в своих сборниках. Но, в принципе, здесь тематика очень интересная. Полтавские сказки – это сказки о трикстерах, о Локе, о Анансе, о героях из «Трассы 60». В общем, это все такие неоднозначные персонажи, которые любят запутывать, любят всякие трикстерские штучки. И ориентируясь на имена в этом сборнике, я уже предвкушаю чтение. Здесь и Холли Блэк, и Патриция Макилип, у которой я недавно читала «Барда в Костяной равнина». Это было просто вау-открытие. И еще я прям сразу нашла очень забавный брак в книге. Посмотрите, здесь двойной задний форзац с пустым пробелом, а спереди – нет, спереди все нормально. В общем, у меня теперь такая уникальная книжка есть. И дальше еще одна книга из серии «Мастера магического реализма». Это «Бессердечие магов» Кэт Ховард. Ничего особо не знаю про эту книгу. Взяла, потому что большое доверие серии. Ну и, в принципе, мне понравилась здесь аннотация, потому что, с одной стороны, обещаются Нью-Йорк, насколько я понимаю, достаточно современный. И, с другой стороны, здесь будет противостояние главной героини, магической системе и какая-то интересная система магии. Книжка совсем-совсем небольшая. Я здесь вижу просто гигантский шрифт и, в принципе, всего 350 страниц. И я думаю, что тоже ее прочтение не заставит себя долго ждать. И, по-моему, из «Мастеров магического реализма» я больше ничего не заказывала. И немножечко вернемся к теме викингов. Я планирую сейчас скандинавскую подборку, которая выйдет, скорее всего, в середине ноября, потому что у меня там скопилась уже и энциклопедия, и пара детективов, и недавно просмотренный восхитительный сериал. Я вот прямо уже в нетерпении, в предвкушении, чтобы рассказать вам про все это в совокупности. Поэтому будет подборка. И вот к ней я также планирую прочитать «Небеса в бездне». Я, насколько понимаю, это такая история мести, где девушка-воительница попадает после того, как весь ее род уничтожили в плен, и как она выбирается, как она начинает мстить своим врагам. Надеюсь на атмосферу, надеюсь на динамику и на что-то не слишком заумное по сюжету, потому что, знаете, хочется чего-то атмосферного, но при этом достаточно подросткового и легенького. Вот такое сейчас настроение. И продолжая это же настроение, книжный ниндзя. Я эту книгу увидела в какой-то подборке на Лайфлибе, и там про нее рассказывали, как про очень нестыдное чтение, где очень интересно противопоставляются два главных героя. Здесь девушка, которая увлечена такой классической литературой, английскими романами, и вот она себе в голове уже придумала идеальную историю любви. Я, кстати, открою ее, наверное, из пленочки, чтобы вам полистать. И знакомится она с парнем, который просто воплощение, не знаю, Эдварда Калина, который обожает всю современную подростковую литературу. Ну и, по идее, они никак так без ножа мне не обойтись. И, по идее, главные герои особо ладить не должны, но, естественно, их ждет множество приключений, множество нелепых ситуаций. Ну, как я на это рассчитываю. И, кстати, эта серия «Тренд Лав» от Мейнстрим, редакции Мейнстрим издательства АСТ, я с этой серией, по-моему, еще не знакома. Вот со многими молодежными сериями именно такой романтической направленности я в последнее время знакомилась. Но эта книга у меня в руках впервые. Кстати, по качеству издания весьма-весьма так себе. Бумага даже не забеленная газетка. И, если честно, том в руках держать совершенно неприятно, хотя обложка неплохая. В общем, качеством издания я сразу очень расстроена. Вот совсем недавно читала у «Клевера» примерно же такой направленности серию. Ну, там была беленькая бумага, и были такие томики приятные, ладненькие. А здесь прям сразу разочарование. По содержанию тоже надолго точно ее не отложу. У меня и в октябре, и в ноябре будет много поездок. Там то в Москву, то в Питер, то в Воронеж. И вот как раз такие книги я всегда очень люблю брать с собой в дорогу. И еще одна книга, про которую у меня сразу есть что сказать, это «Происхождение Дэна Брауна». Это единственная книга Дэна Брауна, которой у меня не было на книжных полках, потому что я обожаю Дэна Брауна. Я собираю очень странную коллекцию его произведений, потому что они у меня все из разных серий. Ну, там, может, две из одной только. И мне нравится именно вот такая разрозненность. И «Происхождение» я читала, естественно, как только она вышла в электронном виде. И мне хотелось эту книгу, естественно, поставить на своей книжной полке, но она дорогая. И я дождалась момента именно большой скидки. Так что сейчас счастлива. Потому что для меня Дэн Браун – это отличный поставщик развлекательной литературы. Дальше. Вот пару книг я сразу вижу, которые как раз к жутковатому осеннему марафону я заказала и приготовила. Во-первых, это Александра Браген, у которой пару лет назад гремела книга, я не помню, как она называлась. Вот здесь вы увидите картинку. Я тогда до этой книги так и не добралась. Но вот теперь жуткая история Проспера Рейдинга меня очень заинтересовала. Здесь по сюжету мальчик из крайне обеспеченной семьи, какой-то там высшего общества, но, насколько я поняла, в какой-то определенный момент начинает видеть призрака. Или не призрака, он какого-то демона освобождает, и ему нужно совладать. И оказывается, что этот мальчик должен расплачиваться за историю своей семьи, за какие-то там проступки, тайны, ошибки. И вы посмотрите, какая мистическая, крутая обложка. Я, кстати, еще очень надеюсь, что эта книга будет законченным произведением, а не началом какого-то цикла. И еще одна книга в эту же категорию, Меченая, Эфка Каст и Кристин Каст. Здесь есть подзаголовок «Обитель ночи», так что я подозреваю, что это первая часть, или надеюсь, что это первая часть какого-то цикла. И единственное, что я про эту книгу знаю, здесь будет речь идти про вампиров. И, опять же, хочется чего-то очень-очень простенького и очень-очень атмосферного, чтобы именно в неделю уложиться в какой-то марафон и рассказать вам про максимальное количество произведений, которыми именно классно себе, классно и быстро создавать настроение. Дальше. «Песнь теней» Джей Джонс. Это мое абсолютнейшее гилти-плэжи, причем с упором, наверное, на гилти, потому что это вторая часть «Зимней сказки». И «Зимняя сказка» я вам рассказывала, что там история заключалась в том, что автор ориентировалась на фильм «Лабиринт» с Дэвидом Боуи. Плюс в основе классический сюжет «Прокрасаются чудовища». И я не могу сказать, что это были персонажи прямо из «Лабиринта». Может быть, автору и хотелось, но мне определенно там чего-то не хватало. При всех минусах мне хочется продолжать эту историю. По-моему, это дилогия. И поэтому я с, не знаю, насколько огромным, но с удовольствием возьму эту книгу. Да, обложки, конечно, здесь восхитительные. С выборочной ламинацией и таким эффектом стекла. По качеству бумага, конечно, тоже фиговенькая. Но вот как раз с этой книги я буду заканчивать осень и начинать зиму, потому что по атмосфере будет читаться, как мне кажется, очень-очень хорошо. Еще одна книга, которая ориентирована уже на чтение ближе к зиме, это «Алая зима». Многие эту книгу хвалят, многие ругают, говоря, что она очень похожа на какой-то анимешный мультик. Здесь уже ориентируясь на одну только обложку, можно сказать, что определенно будут использоваться азиатские мотивы. И я надеюсь, что они здесь будут использоваться именно в разрезе мифологии, именно в разрезе каких-то необычных существ, потому что с бестиарием Европы и Америки я достаточно неплохо знакома. Азиатский для меня пока остается по большей части загадочным. Так что любое фэнтези, где хоть как-то идут отсылки и намеки на азиатскую мифологию, у меня сейчас в фаворе. Еще одна книга, которая является пересказом, ну не пересказом, адаптацией сказки про Питера Пэна, называется «Потерянный мальчишка. Подлинная история капитана Крюка» от Кристины Генри. Здесь есть подзаголовочек «Злые сказки Кристины Генри». И с учетом того, что книга в пленочке с 18+, я рассчитываю, что это будет очень и очень интересная адаптация сюжета про Питера Пэна. И вот знаете, пора это признать, Питер Пэн – это герой, который буквально наводит на меня в мурашки, вводит меня в состояние ужаса, потому что где бы я про него ни читала, классическая это сказка Джеймса Барри, или это какая-то интерпретация, или это диснеевский фильм, или это, не знаю, в «Однажды в сказке» персонажи, но мне Питер Пэн кажется очень жутким персонажем, при этом капитану Крюку. Но вот это, наверное, влияние «Однажды в сказке» я по большей части симпатизирую. И книга, которая посвящена истории этого персонажа с какой-то другой стороны, мне кажется, очень и очень интересной. И я вот сейчас буквально быстренько пробежала глазами аннотацию, и здесь говорится о том, что Питер Пэн якобы когда-то обманул маленького мальчика, и со временем он стал капитаном Крюком. Плюс здесь еще говорится, что в данной книге гораздо больше от «Повелителя мух», чем от классической сказки о Питере Пэне, что тоже дает мне надежду на очень-очень интересное чтение. Ой, а вот дальше даже не знаю, как вам начинать рассказывать про это. Это Себастьян де Костелл «Обатство теней и механическая книга», третья-четвертая части цикла «Творец заклинаний». И я уже месяц читаю первую часть. Я с такими надеждами, с таким, не знаю, воодушевлением бралась за первую книгу, что начала ее читать, и первая глава мне была интересна. То есть там у меня не возникал какой-то безумный восторг, но при этом мне хотелось продолжать читать. И я вот в состоянии аффекта быстренько дозаказала себе третью-четвертую книги, но я уже месяц читаю первую книгу, и интересней мне не становится. То есть я надеюсь, что произойдет какой-то все-таки переломный момент, и мне говорили, что он должен произойти во время появления Белка Кота, но вот я дочитала до Белка Кота, и интересней мне не стало. Не знаю, первую книгу я в любом случае закончу. Буду ли продолжать дальше, или сразу все в нечитанном виде отправиться на анхол? Ну, посмотрим в течение месяца, обещаю вам дочитать первую книгу и рассказать свое полное впечатление. И я не могу сказать, что это плохо, просто мне неинтересно, и мне хочется, чтобы мне стало интересно, и поэтому вот такая грустная история. И это, кстати, один из минусов – докупать или покупать сразу весь цикл, потому что, ну, не факт, если понравилась первая глава, то и весь цикл также классно будет читаться. Дальше. «Рыцарь умер дважды» Екатерины Звонцовой. Это продолжение серии «Ведьмин сад», и как же я хочу сразу обратить ваше внимание, ухудшилось качество этих книг, потому что они начинались совершенно другими по текстуре обложками, и внутри, по-моему, бумага тоже была другая, и форзыцы стали просто ужасными. Это, кстати, официально последняя книга в данной серии, которую я покупаю и читаю, потому что у меня и так уже накопилось именно в этой серии много прочитанного, и делаю вам как раз вот осенью полноценное видео с лучшим и худшим, потому что «Ведьмин сад» – это очень неравномерная серия. Там есть книги хорошие, прямо хорошие, которые хочется хвалить, есть средненькие, и есть настолько омерзительные, отвратительные просто провалы, которые я даже не представляю. Ощущение, что они мимо редактора абсолютно прошли, и в эту серию вот как были черновиком, так их там и издавали. Я вот прямо начинаю накаляться, говоря про эту серию, поэтому «Рыцарем» пока отложим и про серию поговорим. Я как-то так быстро разобралась с 10 килограмм книг. И, наконец, последняя книга. Я все время ищу себе какую-то замену Локвуду. Мне хочется влезть в какую-нибудь книжную серию, желательно подростковую, которая бы состояла из 4-5, может быть, 6 произведений, которые бы легко читались, в которые были бы и неглупые сюжеты, и вместе с тем не слишком сложные сюжеты, и поэтому мне захотелось попробовать «Город костей» Кассандр Клэр. Мне эту книгу, вернее, эту книжную серию советуют практически с момента начала канала, так что я, наконец-то, спустя 4 года добираюсь до саги о сумеречных охотниках, буду пробовать первую часть. Если понравится, с огромным удовольствием буду продолжать. Ну и, конечно же, я на эту книгу не в последнюю очередь обратила внимание из-за вот такого подарочного юбилейного оформления. Здесь много вклеек цветных лощенных иллюстраций, и, в принципе, небольших оттисков на страничках, прекрасный форзец. Конечно же, книжку очень приятно держать в руках, и в таком виде с этой историей будет очень-очень приятно знакомиться. И на этом все. Мой огромный заказ подошел к концу. Не забывайте участвовать в спонтанном конкурсе, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!